Всем привет, с вами Тома и сегодня у нас будет распаковка и обзор шарнирной пони Rainbow Dash из линейки Explore Equestria. В первой волне этой коллекции вышли сразу две таких Rainbow, одна просто с подвижными ножками в кроссовках, а вторая экшен-игрушка, которая также может поднимать копытца, когда мы нажимаем на ее крылья. В комплекте с пони идет флажок, кубок и ее питомец, черепашка, танк. Набор для обзора предоставлен с пони.ру, интернет-магазином, который специализируется на игрушках Малитл Пони. Ссылочки на сам магазин и конкретно этот набор вы можете найти в описании к ролику и давайте посмотрим все это поближе. На коробке набора у нас есть логотип линейки, название сета, информация о запкоде на копытце, который можно сканировать в приложении Friendship Celebration, пометочка о том, что же эта экшен-пони делает. В данном случае мы можем нажимать на ее крылышки и она будет вскидывать передние копытца. Также есть отверстие, чтобы мы могли все это попробовать. И в углу у нас изображение Дэши в кепочке и со свистком, как она идет здесь в комплекте. На задней стороне у нас ситуационный калаш. Этот набор по седьмой серии второго сезона, когда Дэши решила выбрать в себе питомца и заставила различных животных и птиц соревноваться, кто же лучше ей подойдет. В результате победил черепашка Танк, он хотя был самым медленным и самым некрутым, но тем не менее он оказался самым преданным и не бросил Дэши, когда она оказалась в беде. Также надпись у нас гласит, что Рэйнбл Дэши старается всегда изо всех сил. Еще раз информация про запкод. И давайте откроем коробочку и посмотрим то, что там внутри. И внутри у нас, кроме пони, были свисток у нее на шее, кубок, флажок, черепашка и кепочка. Кепочка оказалась на силиконовой резинке. Надо будет потом обязательно попробовать надеть на голову поняшки. И опять они не очень красиво уложили гриву в коробку. После упаковки она как-то вся спуталась, я ее, Ера, оттуда достала. И надо будет, конечно, за этим делом поухаживать. Промыть теплой водой с жидким мылом, расчесать и как-нибудь более красиво уложить. Потому что после коробки выглядит она, конечно, несколько печально. Надо будет этим заняться. Поняшка у нас шарнирная. Так, свисток пока, наверное, можно снять. А, свисток можно снять. У нее копытца сгибаются в коленях. И передний, и задний. И ее экшн-функция это за... Так вот, когда мы дергаем за крылышки, она вскидывает передний копытца. Ну, естественно, она это может делать стоя. Наверное, нужно делать это стоя. Вот как-то так. Наверное, она болеет за танка. Или, может быть, еще что-то делает. Но выглядит это примерно как-то так. По-моему, достаточно забавно. Ножки у нее сгибаются в коленках и вперед, и назад до определенного ограничителя. Все четыре, собственно, так себя ведут. Ну, и шарнир еще вокруг своей оси, кстати, вращается. Поэтому нужно придавать различные странные формы. Вот так можно поняшку посадить, например. Но за счет того, что у нее тут срабатывает ее пружинка, конечно, смотрится это забавно. Не хочет она сидеть ровненько. Также меточка у нее на ноге опять, а не на крупе. Но тут места меньше. И закрыли, в которой, кстати, достаточно большие. Видите, у нее там, кстати, вот этот вот механизм просматривается, как он работает. И меточка достаточно большая, наверное, может быть, сюда бы и не влезла. Поэтому она на ноге. Цветовая палитра вроде правильная. Правда, по-моему, не в ту сторону. Развернута за код. Мордашка. Кстати, смотрите, здесь интересное отличие. В отличие от обычных пони, мордашка, у нее тут ротик приоткрыт немножко. Глазки такие же, ушки такой же. В общем, по форме все то же самое. Но ротик у нас приоткрыт. И я подозреваю, что туда можно вставить флажок. Я думаю, по размеру примерно. Да, вот вполне она может держать в зубках флаг, чтобы, опять-таки, либо отмахивать финишную черту, либо как-то подбадривать зверушек. В общем, с какой-то целью она может держать флажок вот таким образом. Закрепляется он там достаточно надежно. Сам по себе не вывалится, если только вынимать. Сам он, кстати, чисто красненький. И тут небольшой рельеф есть. Радуга и облачка. Как и ожидалось, со второй стороны у нас ничего нет. Копыта мы Рэймбл дать его не можем. Мы можем дать вот так вот в зубки. И также она у нас несколько потолще, чем обычная шарнирная поняшка. Для сравнения опять покажу спинки, которая была с лодочкой. Видите, за счет того, что нужно место под механизм, поняшки у нас чутка потолще, чем обычные шарнирные поняшки. Смотрятся они большими пухляшами. И в грудной клетке они тоже, видите, побольше будут. Более массивно смотрятся. Грива у нее радужная. Вверху у нас 4 цвета каниколуна. Красный, оранжевый, желтый и зеленый. И внизу в хвостике еще два. Синий и фиолетовый. Каниколун на ощупь немножко жестковатый. И, как я уже сказала, надо его после упаковки обязательно как-нибудь промыть и уложить. Потому что, как и в случае с предыдущими шарнирными поняшками, смотрится пока что немножко печально. Давайте попробуем одеть ей шапочку. Шапочка, кстати, синенькая, как была в мультфильме. Правда, белым не покрашен. Тут вот ярлычок с рельефом стежки. Пимпочка сверху. Все как было. И вот такое крепление на силиконовую резиночку, как было у мини-фигурок, допустим, яблочного семейства. И, наверное, так это можно одеть. Опытным путем я выяснила, как лучше одевать шапку. Лучше одна сторона резиночки, чтобы проходила здесь по щеке, а вторая шла за ухом. Тогда шапка у нас не норовится скользнуть. То, что во всех остальных случаях она с трудом держится на голове. Можно, конечно, еще на одно ушко закреплять. Но вот, по-моему, так оптимальный вариант. Одно за ухом, другое перед ухом. И тогда она нормально держится. Грива туда вся влезла. Ну, кончики, как я уже сказала, надо, конечно, как-нибудь красиво причесать. Давайте посмотрим другие атрибуты. Например, кубок. Кубок у нас на копытце крепится. И он чисто желтый. Вверху поняшка. И внезапно. Надписей никаких вроде нет у нас. Так что непонятно, за что кубок. Пони у нас какая-то земная, судя по всему. Давайте попробуем дать ей в копытце. Она одевается вполне легко. Она может вот так вот дать потом. Кубок вот так вручить его черепашке. Так, а тебе кубок, на тебе кубок. Да. Также можем ей одеть обратно свисток на шею. Он достаточно просто одевается. Чисто красная пластмасса с небольшим рельефом. У нас такая вот вся из себя дэшит тренер с кубками. И можно еще флаг зуба, да. Вот, полностью экипированная пони. Смотрится достаточно забавно. И сам черепашка. Он у нас монолитный, зеленого цвета, с черными глазками. И его пятна на панцире покрашены другим зеленым. Хвостик даже есть. Так вот снизу смотрится. Достаточно прикольный. Мордочка какая он, симпатичная. Мне кажется, это первый вариант танковых игрушек. Потому что других примеров я вспомнить не могу. Достаточно миленький получился. По размеру, в принципе, с пони соответствует. Дэш еще на нем там ехала в конце. Мультик. Так что, да, нормально. Может она на нем сесть. Но и он, конечно, на ней тоже может как-нибудь уместиться, я думаю. Вот, например, как-то так. Поскольку он сам у нас летать не может, то он может посидеть на спине Дэши. И напоследок давайте со сканером запкод на копытце пони. Привет! С Возвращением! Запускаем наше приложение. Переходим в режим скана. Кот нам ничего нового не открывает. То есть, это просто кот поняшки. Но по нему можно, допустим, провести вечеринку Rainbow Dash. Сканируем хозяйку. Давайте посмотрим, куда нас определит этот кот. В Пани Вилле или все-таки в Клаудсдейл. Добро пожаловать на самую супер-мега-крутую вечеринку из всех вечеринок в Пани Вилле. Это у нас Клаудсдейл, уже новая локация, которая в последнем обновлении игры вышла. И здесь у нас есть, кстати, сам танк. Вот он. Вот он, этот чудо-черепах. Ты будешь летать, нет? Ну, он черепаха. Он не умеет летать, только зависать на одном месте. Подробнее об этой игре можете посмотреть у меня на канале в отдельных видео. Ой, он полетел, он куда-то полетел таки. Подробнее об этой игре можно посмотреть на моем канале. Ссылочки я оставлю в описании к видео. Из минусов сета могу отметить состояние каниколона, но это дело вполне поправимое. Из плюсов мне очень понравилось то, что сет тематический по конкретной серии. И дальше здесь выдали кепку и свисток, прямо как она была одета в мультсериале. Это смотрится очень круто и здорово. Также ей в ротик можно дать флажок. И, конечно, черепашка-танк. Само очарование. Он очень милый. Я надеюсь, что его еще перевыпустят и в других наборах. Напоминаю, что этот набор был предоставлен интернет-магазином spony.ru. А ролик, я надеюсь, был вам интересен и полезен. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. С вами была Тома. Пока.